В конце Махабхараты Кришна проклинает Ашватхаму бессмертие. Какое значение у этой истории и как она соотносится с нашим временем? Для тех из вас, кто не понял вопроса, она говорит об Ашватхаме. По окончании этой ужасной войны, когда каждый по обе стороны чувствовал отвращение и к себе, и к другим, за то, что они развязали такого рода конфликт, в котором погибло около ста тысяч человек. А это было в те дни, когда население не дотягивало и до 10% из того, что есть сегодня. Ашватхама не остановился на этом, в гневе. Он убил детей, которые в это время спали. Дети спали, а он пошел и перерезал им горло в качестве мести за то, что он считал несправедливым. Возможно, несправедливость имела место быть, но вот что он сделал. Так что Кришна не проклял его смертью. Он сказал, я проклинаю тебя бессмертием. Каковы же последствия этого? Я думаю, все они... Ашватхама проявляет себя в Соединенных Штатах, убивая детей в школах. Да. Он здесь. Иначе, почему люди заходят в школу и убивают кого-то, причем именно детей? Вы хотя бы можете выбрать взрослых. Я не говорю, что это лучше. Я лишь говорю, что это воплощение ашватхамы. Вы разозлились из-за чего-то и пошли убивать спящих детей. Вот что вам необходимо понять. Когда у вас появляется немного денег и комфорта, вы начинаете желать вечной жизни. Но самое худшее, что может когда-либо произойти с вами, это то, что вы не сможете умереть. Да. Я хочу, чтобы вы просто представили. Вы сидите здесь спустя миллион лет. Меня нет, никого нет, но вы все еще сидите здесь. Это же хуже всего, не так ли? В свое время вы тоже умрете. Возможно, вы хотите умереть после меня, я не против. Но однажды вы тоже умрете, и это хорошо. Если вы не можете умереть, это ужасно, не так ли? Так что он проклял его самым ужасным проклятием. Он сказал, ты должен вечно жить с этой виной. Вы должны понять. Когда Кришна говорит даже о себе, когда он говорит «я, я, я», он не говорит о себе как о человеке. Он говорит о себе как о качестве, как об осознанности. Когда он проклял Ашватаму, он имел в виду то же самое. Речь не о том, что этот человек будет жить вечно. Те, кто совершают подобные действия из-за чего-то, на что они гневаются, на что они обижены, они идут и убивают детей, которые спят. Такие люди должны страдать вечно. Потому что среди людей происходит многое. Когда идет война, вы убиваете людей. Этого не должно происходить. Кришна сделал все возможное, чтобы этого не произошло. Но когда это произошло, он сказал, надо сражаться. Вы не можете отправиться на поле битвы и сказать, я не буду сражаться. Тогда вам не следует туда идти. Но если вы пришли туда, вам нужно сражаться. Так что он сказал, сражайтесь. Они сражались, убивали друг друга. Очень многие умерли. Пали великие герои. Умирали хорошие люди, плохие люди. Погибли самые разные люди. Когда это закончилось, когда это заканчивается, а кто-то идет и убивает детей, такой человек должен страдать вечно. Это проклятие. Потому что есть вещи, которые нельзя назвать хорошими, но вы их совершаете, потому что оказываетесь в определенной ситуации. Но мы говорим о том, что произошло после того, как ситуация закончилась. Потому что он проиграл. Если бы он выиграл войну, он бы этого не сделал. Но поскольку он проиграл войну и был полон ненависти, он пошел убивать детей. За это он должен страдать вечно. Бессмертие касается не человека, а страданий, которые возникают внутри него. Вы можете это сделать. Вы можете получить еще одну жизнь, но вы будете проходить через огромное количество страданий. Это должно продолжаться для вас вечно. Вот что он говорит. Потому что такова природа жизни. Есть много вещей, которые мы можем сделать. Но если вы открутите определенные вещи, тогда разрушится нечто важное. Вот что он пытается сказать. Все мы сражались в битве, мы убивали, мы сделали много чего. Мы обманывали друг друга тут и там, делали всевозможные вещи. Но все же это мир людей. Когда война заканчивается, вы отступаете. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Отступите, потому что все кончено. Но нет, ночью я пойду и убью ваших спящих детей. Они не были защищены, потому что никто и не представлял, что кто-то придет и убьет детей во сне. В противном случае они бы поставили вокруг солдат, а они их не поставили, потому что думали, кто будет убивать детей. Война закончилась. Так что если вы станете слишком обиженными, слишком подозрительными, в итоге вы сделаете подобные вещи. Как-то раз. Один американец поехал в Москву. Я могу рассказать этот анекдот? Американец отправился в Москву. Из-за всех этих голливудских фильмов мы представляем себе Москву такой. Вы выходите из аэропорта, КГБ устанавливает за вами слежку, справа, слева, в центре, повсюду стоят агенты и смотрят на вас. Потому что вся ваша ментальность из голливудских фильмов. Кто-то читает газету и смотрит на вас вот так. Все выглядит подозрительно. Водитель такси – агент. Каждый вокруг – агент. С такими представлениями он отправился в Москву. Приземлился там и был подозрителен ко всему. Затем он отправился в свой номер в отеле. Осмотрел там все. Может, он весь прослушивается. Он вскрыл все, как это обычно делает Джеймс Бонд. Достал микрофон из телефона, вытащил все, обыскал лампы, пожарные сигнализации, одно, другое. Он все проверил на наличие жучков и всего такого. Когда он ничего не нашел, он подумал, оно должно быть где-то здесь, где же оно находится, и залез под кровать. Там он увидел большую металлическую тарелку, прикрученную на 8 винтов. Он подумал, вот оно, я нашел его, и вытащил свой швейцарский армейский нож. С большим трудом он открутил ее. Это заняло какое-то время. Он открутил ее, взял эту металлическую тарелку и выкинул в окно. Через несколько минут перед отелем началась суета. Машины скорой помощи, полиция, все такое. Он посмотрел в окно. Огромное количество автомобилей и машин скорой помощи. Он позвонил на ресепшн и спросил, что происходит в отеле. Случился пожар? Что-то случилось? Бомба? Они сказали нет. На четвертом этаже обрушилась люстра. Люди ужинали, и она упала на них. Поэтому Кришна говорит, не трогайте определенные винты. Если вы их открутите, что-то обрушится на вас, и это останется с вами навсегда. Он не дает ашватами освобождения. Для всех остальных, кто воевал против него, кто делал ужасные вещи в своей жизни, он сказал, что же, как человек, ты разозлился, почувствовал ненависть и сделал что-то. Для тебя есть возможность. Но он сказал, для этого парня возможности нет. Ему придется жить с этим вечно. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ